Ребятушки, всем привет! Я думаю, что многие из вас, скорее всего, уже все знают, почему мы пропали. В общем, у Сёмки вчера поднялась температура. Всё хорошо было днём, он себя прекрасно чувствовал. Ночью он первый раз проснулся в час ночи и как бы немного решил пободрствовать. А температуры у него в этот момент не было, ну, скорее всего, потому что он не был горячим. Потом я его еле как уложила. После того он проснулся в 3 часа ночи, и я просыпаюсь и чувствую, что он прям горячий. У него горячие ноги, у него горячие стопы, горячие руки. В общем, всё тело горячее. Мы были у родителей, я еле как-то нашла градусник в темноте, не стала никого будить. Померила Сёмки температуру и 38, и 5. Я вообще обалдела, Сёмок ныкал. Ну, ему прям было вот это тяжело, эту температурку немного приносить. Вот, я нашла свечи. Софи Колт я ему поставила. Думала, всё, если сейчас не спадёт, придётся будить родителей, чтобы ехать за Нурофеном. В общем, нет, всё хорошо, всё помогло. Сначала через полчаса я померила температуру, но ещё не спала. Поднялась до 38, 38,8 у него была максимальная температура. Короче, сказать, что я обалдела, ничего не сказать. Вот, Сёмочка потом уснула, и уже через час я померила температуру, она спала до 38, и там уже потихонечку-потихонечку она спала вообще там до 37, в общем-то нормальной температуры. Сегодня ночью опять то же самое, 38,5, но Сёмка её переносил нормально, тоже немножечко пахнукал, но потом в итоге очень быстро уснул, и всё. Я Нурофен ему дала, вообще не знаю, говоря, что до 38,5 лучше как бы не скидывать температуру, но так как Сёмочка себя не очень-то и чувствовала, то что он не мог уснуть, я всё-таки дала ему Нурофен и уложила. Сёмочка, ты куда? Как бы смысл в том, что у него нет ни соплей, он не кашляет, я не знаю, он не кряхтит, как будто бы у него болит горлышко. Но вот я сейчас Сёмка поспит, ещё врача вызову, чтобы пришли посмотрели горлышко на всякий случай, но как бы ничего, у него лезет зуб, судя по моим предположениям, вот здесь вот, боковой, и, видимо, вот так вот. Ну это единственное, которое я вижу, может быть ещё, конечно, где-то лезут, но нет, это только я так вижу, что скоро-скоро он уже начнёт резаться. Дальше. Он такой вчера печальный, целый день. Днём, кстати, у него была 37,5, но в принципе для детей это не такая уж высокая температура, для грудничков. Вот. Он такой печальный, весь тоскливый, грустный. В животе, кстати, у него тоже не болит. Сегодня он ходил в туалет, всё у него в порядке, всё нормально. Короче, я вообще... Это так тяжело, когда детки болеют, да? Тоже байки хочешь? Он такой печальный, грустный. Я смотрю на него, на его глазки, мне хочется плакать. Господи, как я хочу, чтобы не болелась, чтобы вся температура ко мне ушла, да? Чтобы мама болела, а чем он не болел тогда, да? Ещё прикол в том, что, блин, я заказала градусник инфокрасный, который... Ну, не надо мерить температуру, да? Там подмышку ему ссывать на ртутный градусник, я его в ртутном мере. Я заказала инфокрасный, бесконтактный. И вот на следующий день приносила ему температура. Такая, да ё-моё! А причём я хотела его заказать три дня назад. Ещё и так бы он уже пришёл, и мы бы им мерили. Потому что сидеть с градусником, это такое ещё... Когда Сёмка засыпает, ладно, это ещё более-менее нормально, но когда вот он в таком состоянии крутится-вертится, то вообще не мучает. Сейчас постараюсь. Да, и будем ждать врача. И Сёмка и ждём врача. Он вот только что уже празднуется второй раз, что он... Да? Что он хочет ещё спать? И спать. Он так спит. Поча он бодрствует, потом она всё больно ложится. Мой зайчик маленький. А мы сидим, ждём, ждём врача. Давай тут проснулся, сладкий. Да? Ну, хорошо. Температура нет. Всё хорошо, да? Тридцать семь. Тридцать семь себе не очень. Представляете, время? Два часа. А Сёмка уже поспала три раза, да? Уже три раза поспал. До сих пор ещё капризничает, капризничает и капризничает. Ты чё? Что ты там? Опять на красную кнопочку смотрит? Угу. Семёныч, это кто? Я, знаете, ещё подумала, что у чём может быть это... Раза... Разаола, Разаэла... Как это правильно называется? В общем, инфекционное заболевание, которое бывает у детей, но оно никак не лечится. Вот просто резко ни с того ни с сего поднимается температура, никаких других признаков болезни нет, и потом температура там через 3-5 дней проходит, и появляются высыпания на теле. Я думаю, может быть у нас это, а потом прочиталось, что как бы в большинстве случаев температура вообще очень сложно сбивается при этом заболевании, а у всём я им просто даю нурофен, я им даже даю неполную дозу, и всё. И он просто высыпает, и температура через час-полтора уже полностью становится нормальной. Не знаю, как бы... Да? Ой, у нас так душно, что-то он сильно проветрит, наверное. Только тебя надеть надо. Угу? Что там идет? Ну так, целый день на ручках, на ручках, да? На ручках, на ручках, на семенном. Я ещё не знаю, выздоровеет Сёмка или нет, у меня в пятницу, да? В пятницу день рождения мы хотели с Сёмкой, я должен сходить в ресторан. Мама посидела бы с Сёмкой, но после работы... Ну, я бы ей такси вызвала, она бы сюда приехала, посидела в Сёмкой, там, как раз Сёмка уже спать будет, и, в принципе, не сложно с ней посидеть. После работы, я думаю, мама справится. Ну, и, естественно, потом уже ночью ей вызовут такси, мы хотели, Серёж, посидеть. И вот не знаю, как у Сёмки сегодня будут. Я очень надеюсь на то, что температура сегодня ночью не будет, потому что днём, вот, серьёзно, днём никакой температуры практически нет. Ну, 37,5 это, ну, такая себе, поскольку во столько температура, да? Какой-то с кармани закрою рот. Вот не знаю, не знаю, что нам делать. Не болей давай. Что, блин, самое обидное, что ты не понимаешь, из-за чего это всё. Всё, в четверг мы кровь получили, да, по крови всё было идеально, всё прекрасно. Никаких там воспалений и прочей вонды не было. Всё. Понятно, что может быть всякое, может быть, он вирус какой-то посхотел, а может быть, и просто зубы. Семёнович тут лежит на кроватке, играет кремом. Ой, Сём, у нас что с тобой, какое-то прям супер ленивое видео, супер ленивый день, да? Ух ты! Понятно. Ты как себя чувствуешь-то хоть, ребёнок? Всё хорошо у тебя, да? Всё хорошо? Но сегодня у него глазки не такие больные, да, как вчера? Что, ночью будет температура или нет? Признавайся. Ай, куда ты попался? Всё-всё-всё. Ой, не надо зарядку грызть. Сёма, пока ждали врача, мне уже Серёжа сделал заказ там у себя на работе и прислал доставку, уже пришла, так что сейчас буду кушать. Но врача до сих пор нет. Пчёлки опять начала подниматься температура, сейчас 37,8. Врача до сих пор нет. Короче, я не стара. Они, по-моему, до 8 ходят. Ну, как бы, как бы, ладно, нам не так уж это и критично, но как бы хотелось, чтобы посмотрели ребёнка, да? В принципе, он себя чувствует хорошо, он так немного хныкать начинает. Вот так вот мы целый день сегодня на диване опять, да? Обнимаемся и целуемся. Чё, Сёма, мы сейчас загрузим с тобой влог или нет? Будем монтировать? Спасибо, Сёма. В общем, я думаю, сейчас загружу этот влог, пусть такой небольшой, точнее большой, но ненасыщенный, да, Сёма? Ну вот, такой день. Такое бывает, что дети болеют, и это очень-очень печально, да? Ладно, ребятушки, мы вас всех любим, целуем. Вы нас не теряйте, у нас, в принципе, всё хорошо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok